Водители корейских микроавтобусов Дефицит врачей в районах Бурятии. Как собираются решать проблему кадрового голода? Предупрежден, значит вооружен. В Бурятии запустили новую систему оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях. Дорожные войны. Водители корейских микроавтобусов рискуют остаться без работы. Напомним, что закон, который запрещает использовать корейские микроавтобусы в качестве общественного транспорта, был принят еще в 2009 году. Тогда власти обещали поэтапно убрать с маршрута не сертифицированный общественный транспорт. Спустя 4 года настало время заменить все корейские микроавтобусы. Как обстоят дела в городском автопарке, знает Юлия Пермякова. С 1 января Истаны, Беста и прочие корейские автомобили нельзя будет эксплуатировать в качестве общественного транспорта. По мнению авторов закона, такие автомобили небезопасны. У них нет запасного выхода. Владельцы Истан, водители городских маршрутов, с таким решением не согласны. Они намерены провести общее собрание. Самая главная целью это вывоз пассажиров. А вот сейчас в данное время, если Истану уберут, резко так уберут, и мы не сможем вывезти пассажиров. Это все отразится на этом. А это проблема социальная, во-первых. Мы не можем такие дорогие машины взять, потому что все в кредитах, у всех дети, семьи. Александр Афанасьевич работает на маршруте более 10 лет. На плечах забота о большой семье, трех несовершеннолетних детях, супруге и родителях. Работа на маршруте – его единственный заработок, и мужчина не знает, что будет, если отнимут источник дохода. Буду бомжевать, наверное. Что еще делать? Для того, чтобы поменять машину, нужно брать кредит. Кредит брать – это порядка 55 тысяч надо будет в месяц отдавать в банк. И я не знаю, мы сможем это заработать. Ну ладно, эти деньги мы заработаем, а что мы домой принесем? Средняя стоимость «Газели» от 600 тысяч рублей. «Тойота Хайс» около полутора миллиона. В то время как рыночная цена Истаны в три раза ниже. Однако высокая цена не всегда означает хорошее качество. Первые отзывы уже есть. Пришлось продать Истану. Продал, взял в кредит эту машину. Эту машину взял, солярка на нее не идет. Новая технология, ничего не ходит, ее ломается. Мотор уже прилетел, пришлось мотор менять. Водители микроавтобусов поддерживает партия КПРФ. Они считают, что это проблема городской администрации. То есть в этот момент должны наши органы муниципалитетов подумать о том, как они будут возить население. Потому что это одна из существенных их обязанностей, на мой взгляд. Поэтому тут нужно думать и просто обзаводиться своим транспортом. Муниципального транспорта действительно очень мало. А те советские автобусы, которые сейчас возят людей, навряд ли безопаснее, чем Истаны. В настоящее время на дорогах города больше половины корейских микроавтобусов перевозят пассажиров. Их ликвидация рискует повлечь за собой большие проблемы с перевозкой населения. Юлия Пермякова, Александр Хомаганов. Первое. Альтернативное. Несколько дней школьники Бурятии не могли добраться до дома. Это произошло из-за оплошности турфирмы. Дети провели в московском аэропорту Домодедово более суток. А все начиналось очень даже благополучно. Дети из Кырена и школы номер 12 Улан-Удэ выехали в турпоездку. Но на обратном пути им пришлось задержаться в Москве дольше срока. Из-за того, что турфирма не внесла деньги на счет уральских авиалиний. Как оказалось, при организации поездки педагоги школы, как частные лица, заключили договоры с компанией «Байкал Турсервис». По данному обращению Управления Роспотребнадзора Республики Бурятия проводится проверка указанных фактов обращения. На сегодняшний момент направлены запросы во все необходимые органы. Также направлены запросы именно непосредственно в туристическую фирму, которая оказывала именно туристские услуги, о предоставлении всех необходимых документов. Школьникам повезло. В этот день из Москвы возвращался министр образования Алдар Дамдинов, который и поручился за тургруппой из Бурятии. Этим случаем заинтересовались разные ведомства, которые уже проводят проверки. Министерство образования Республики, в свою очередь, предложило подготовить черный список туристических фирм и передать в агентство по туризму. Опасения родителей уже других школьников подтвердились. В Ильинской общеобразовательной школе после проверки Роспотребнадзора выявлен целый ряд нарушений. Напомним, не так давно мы по просьбе родителей, которые жаловались на плохое питание учеников, выезжали в Ильинку, чтобы разобраться в ситуации. Тогда работники школы заверили, что дети питаются сбалансированно и действительно в тот день обед в столовой соответствовал нормам. Однако после проверки оказалось, что такой полноценный обед – редкость. В ходе проверки, которую проводил Роспотребнадзор, они нас проинформировали о результатах этой проверки, значит, выявлено по рациону питания, да, отмечается у них частое использование мясных полуфабрикатов и практически не используется мясная продукция в натуральном виде. На часть блюд отсутствовали технологические карты, допускалось использование жареной продукции и использование сливочного масла с заниженной жирностью. Все это является нарушением сразу нескольких законов. Во-первых, о санитарно-эпидемиологическом благополучии. Во-вторых, на лицо нарушение федерального закона об образовании. По результатам проверки направлено представление в адрес директора с требованиями о незамедлительном устранении нарушений, а также привлечении к ответственности администрации школы и работников пищеблока. Голод, но уже кадровый, наблюдается в среде медицинских работников в районах Бурятии. Эти и другие проблемы сегодня обсудили в Народном хурале на заседании круглого стола по здравоохранению. В беседе приняли участие главные врачи ведущих медицинских учреждений и правительственные чиновники. С деталями Надежда Хлыстова. Главное отличие новой системы – это деление на округа. Они сформированы так, чтобы жителям республики было удобно при оказании медицинской помощи. На сегодняшний день создано семь округов. Так, например, в Севербайкальске вошли все северные районы, в Южный, Бичурский и Мухаршибирский, в Центральные больницы и поликлиники Улан-Удэ и ближайших районов. Так, например, жителю Архирека теперь не надо ехать в Заиграево, а можно пойти в больницу в Улан-Удэ. Тут берется доступность оказания медицинской помощи, то есть транспортная доступность для населения. Тут округа обозначены в целом по республике. Как отмечалось на круглом столе по здравоохранению, по-прежнему остается нерешенная кадровая проблема. Несмотря на то, что у нас есть свой медицинский факультет, молодежь не хочет работать в районах. Многие уходят в платные клиники. Остается большой дефицит врачебных кадров и составляет 856 человек. При этом удельный местный сынский работник в пенсионном возрасте достигает до 30%. Больше всего не хватает терапевтов, анестезиологов, акушеров и врачей скорой медицинской помощи. Кстати, к последней службе у депутатов возникло много вопросов. Люди привыкли, что позвонил и скорая приезжала. Сегодня неотложная, когда врач вперед. Как вот этот вопрос отрегулировался как-то или нет? Скорая медицинская помощь должна приехать в течение, оказывается, в течение, время оказания до 22 минут. Вот этот момент у нас в республике соблюдается. Что касается неотложной медицинской помощи, это помощь, которая не требует срочного вмешательства. Это согласно 323 закону. И может, оказывается, в течение, вообще, в лучшем случае, часа, а вообще в программе прописано, что в течение дня подочек. Ну, дружище, ну вот, видите, скоро не выезжает, пока не посмотрит неотложка. Неотложка решает, говорят, нужна скорая помощь или не нужна. В плане вот у ребенка 39 температур, у маленького, там, 5-6 месяцев. Скорая не выезжает, пока не прибудет неотложка. Неотложка не решит, нужна там скорая или не нужна. Вот это ожидание до 2-3 часов, маленький ребенок, это тоже неправильно. В каждом конкретном случае нужно разбираться. Несмотря на возникшие проблемы, в целом в здравоохранении отмечается положительная динамика. Благодаря нововведениям людям стало удобнее получать медицинскую помощь. Кроме того, появилось дополнительное финансирование. В федеральном бюджете запланировано выделение 2 миллиардов 400 миллионов средств на строительство реангального центра. Я думаю, что в настоящий момент разрабатывается алгоритм и механизм его строительства до мая 2016 года. В следующий раз депутаты обсудят этот вопрос на очередной сессии Народного хурала, которая состоится 5 декабря. Надежда Хлыстова, Алдар Домбаев, Первая альтернативная. Сколько будут стоить платные дороги в Улан-Удэ? Об этом и не только в нашей постоянной рубрике «Официоз». Внезапные болезни поражают чиновников одного за другим. Молодой, румяный, пышащий здоровьем Александр Манзанов после попадания в СИЗО оказался человеком с двумя микроинфарктами. Теперь вот еще и Аболов. Один из самых успешных бизнесменов города, активный депутат горсовета, с весны этого года занимающий ключевую должность в мэрии председатель комитета по строительству, внезапно слег. Пресс-служба мэрии сообщает, что 20 ноября Тигран Львович написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с состоянием здоровья и необходимостью прохождения длительного лечения. Ни слова об уголовном деле по факту взятки. Вообще, в последнее время мэрии как-то не везет с кадрами. Приходят новые люди, строят грандиозные планы, обещают навести порядок и внезапно увольняются без видимых причин. И так было не только с Аболовым, так было, например, с молодым председателем комитета по управлению имуществом Евгением Мишениным. Кто следующий? В Минэкономике пока никто не уволился. Однако есть сомнения, что у чиновников этого ведомства все в порядке со здоровьем, особенно психическим. Как известно, давние обещания чиновников построить дополнительные мосты через Уду и Селингу обернулись оригинальной идеей. За удовольствие придется заплатить. Минэкономики Бурятии на своем сайте разместила опрос. Нам предлагают как бы самим решить, сколько будет стоить проезд по новым мостам. Самое интересное в этом документе цена от 30 до 150 рублей для легковых авто, от 50 до 200 для грузовиков и от 100 до 300 для автобусов. Господа и дамы из Минэкономики, а вы не... Аптеки Улан-Удэ снова взялись за старое. Сотрудники госнаркоконтроля выявили очередной факт продажи КДН содержащих таблеток и глазных капель без рецепта. В ходе проверки было установлено, что фармацевт по совместительству и хозяйка аптечного пункта систематически безрецептурно отпускал лекарства наркозависимым лицам. К сожалению, нерадивые фармацевты у нас грешат этим делом, отпуском. Без рецептов КДН содержащих препаратов. Некоторые маленькие аптеки за счет наркоманов пытаются делать выручку. То есть сбыт препаратов происходит по завышенным ценам. Отмечу, за год это уже пятый случай продажи препаратов без рецепта. Теперь предпринимателю грозит административный штраф до 40 тысяч рублей. Быть начеку. В Бурятии запустили комплексную систему оповещений при возникновении чрезвычайной ситуации. Согласно указу президента, система должна быть введена в эксплуатацию уже к 1 декабря этого года. Из республиканского бюджета на ее монтаж было выделено 20 миллионов рублей. Другие подробности у моей коллеги Марины Непомничих. Предупрежден, значит вооружен. Вся Россия помнит трагедию в Крымске. Тогда из-за отсутствия системы оповещения погибли сотни человек. Чтобы не допустить подобного, с 1 декабря в Бурятии будет запущена комплексная система экстренного оповещения населения. Правительством республики Бурятия было принято решение в этом году, в феврале месяце было принято решение о том, чтобы на территории республики Бурятия создать эту систему, выполнить указ. Нам были выделены соответствующие финансовые средства свыше 20 миллионов рублей. Система работает так. В случае ЧАЭС на пульт дежурного поступает экстренное сообщение. Тогда при помощи специальной программы дежурный запускает сирену. Внимание! Проводится проверка системы оповещения. В городе установлено 12 исполнительных приборов, проще говоря, громкоговорителей, которые могут работать как одновременно, так и по отдельности. Если дежурный запускает систему, то на улицах раздается вот такой звуковой сигнал. Жители отреагировали на сирену достаточно спокойно. Большинство сразу догадались, что это учебная тревога, которая оповещает ЧАЭС. Пожарная или милиция, наверное. Система установлена в тех районах, которые подвержены наибольшему риску. Всего в республике 22 специальных прибора. Их будут проверять один раз в месяц, и в случае реальной опасности все будут готовы принять меры по спасению. Марина Непомнящих, Александр Хомоганов, Первая Альтернативная. Сегодня Всемирный день философии. Этот праздник был установлен организацией ЮНЕСКО и отмечается с 2004 года в 3-й четверг ноября. Идея его учреждения в том, чтобы приобщить простых людей к философскому наследию и вспомнить великих мыслителей прошлого и современности. Мы дали возможность любителям глубоких мыслей пофилософствовать и блеснуть знанием крылатых выражений. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. А почему? Потому что риск – дело благородное. То есть, если ты рискнешь, то всегда есть шанс, что у тебя получится. А если не попробуешь, то провал обеспечен. Всегда вперед. Всегда вперед. Не оглядываться. И идти к своим мечтам, к целям. Под лежащий камень вода не течет. Почему оно? Что оно означает? Оно означает, что не надо просто так сидеть. Потому что дело ничего само не сделает. Вы должны сами все делать. Все для семьи. Все для детей. Это кто сказал? Не знаю, я сам. Я рожден, и это уже достаточно для того, чтобы быть счастливым. Это сказал Эйнштейн. А почему она любимая вас? Ну, потому что это и есть наша жизнь. Ну, я люблю жить просто, да и все. Для некоторых радость жизни – это возможность приобрести обновку. Особенно это касается женщин, многие из которых мечтают о шубе. В физкультурно-спортивном комплексе открылась ярмарка «Империя меха». Более трех тысяч изделий такого большого выбора шуб, дубленок и зимних аксессуаров город еще не видел. Где можно одеться тепло, со вкусом и по доступной цене, расскажет Юлия Пермякова. Изделия, привезенные из города Киров, уже успели зарекомендовать себя на меховом рынке. Выставка «Империя меха», которая открылась сегодня, – это настоящая находка для любителей меховых драгоценностей. Это изделия из меха норки, мутона, нутрии, дубленки. Размерный ряд от 40 по 68 включительно. Изделия всеотечественного производителя – это произвели город Киров. Все изделия фабричные, все сертифицированные. Подлежат гарантии качества от производителя. Шуба, представленная на этой выставке, невозможно назвать необходимостью. Это роскошная необходимость. Выделка меха, качественный и модный пошив, позволят вам подобрать изделия на любой вкус и кошелек. К тому же, на выгодных условиях. Еще бы, ведь цены здесь приятно удивляют. Норка от 39 тысяч рублей, мутон от 9. И это еще не все. Зимний гардероб можно обновить без ощутимых затрат для кошелька, оформив вещь в рассрочку без переплаты или в кредит. При наличном расчете только здесь дарят скидку 20% на норковые изделия. Заманчивые предложения уже оценили улануденцы. Какую же вы выбираете? Норковую смотрим. Ну а цены смотрели? Цены смотрели. Приемлемые, да. Понравилась она, что она думает, что она понравилась? А то пленочке понравилась, но надо мерить. Выбор хороший, большой, в качестве все красивое. Опытные и внимательные продавцы ждут вас до 24 ноября в физкультурно-спортивном комплексе по адресу улица Рылеева 2 с 10 до 19 часов. Юлия Пермякова, Вячеслав Батуев, Первая альтернативная. Это была последняя информация выпуска. Если у вас есть интересные темы и вы хотите поделиться с нами, звоните по номеру 454309. У меня на этом все. Далее эфир нашего канала продолжит наша постоянная рубрика Ulamudelife. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова